В эфире новости Анапа-Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. На планерке доложите и расскажите, какие снимки, что придумали, что как сделать. 22-метровая елка, звездное небо и другие новогодние сюрпризы для анапчан. Сегодня праздничное оформление курорта оценил глава города. Возникла угроза соседним строениям, зданиям, которые расположены буквально вплотную. Пожар повышенной сложности. В центре города загорелся частный дом. Пламя могло перекинуться на соседние строения. Это не только индустрия, это не только промышленность, но это и искусство. Молодая лоза. В Анапе прошел финал конкурса, который определит лучшего начинающего винодела страны. Анапа завоевала первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Накануне в Совете Федерации глава города курорта Юрий Поляков получил из рук заместителя председателя правительства России Виталия Мутко диплом. Награждение прошло в Москве в рамках 4-го съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления». Курорт стал лидером в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах». Второе место занял город-герой Новороссийск, третье – Калуга. Виталий Мутко подчеркнул, это приятное поручение наградить победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2018 году в различных номинациях. Номинация «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований» – одна из важнейших. Это муниципалитеты, где слышат людей, где работает обратная связь, где жители принимают самое активное участие в жизни города. «Это победа всего нашего города-курорта, наших активистов-общественников, всех жителей», – отметил в ответном слове Юрий Поляков. Спасибо всем, кто активно участвует в жизни города, выступает с инициативами, добросовестно трудится на благо нашего курорта. Сегодня праздничное оформление НАПО оценил глава города. Рейдовая группа проинспектировала улицу Горького и театральную площадь. Юрий Поляков поручил исправить недоработки и сказал о своих пожеланиях руководителям ответственных служб. Сейчас на главной площади города ведется монтаж светодиодного тоннеля. Такая необычная фотозона появится в Анапе впервые. Если идея понравится жителям и гостям курорта, конструкция будет работать круглый год. Гирлянды создадут эффект звездного неба. Россыпь новогодних огней будет украшать ярмарочные домики, которые откроются к концу месяца. Критику вызвал старый киоск, стоящий рядом с площадью. Порос в печати, Эдуард Игоревич, посмотрите, может его надо перенести куда-то. Также глава города Юрий Поляков поручил установить над каждым ярмарочным домиком навесы. Прохожие смогут укрыться под ними от дождя и снега. Привести в порядок театральную площадь нужно в кратчайшие сроки. Вам с торговлей плитку выстелить, навести в порядок от РОТО. Пожалуйста, в понедельник на планерке доложите и расскажите, какие снимки, что придумали, что как сделать. Надо вот это все быстренько навести в порядок. Главное украшение нового года – елку уже устанавливают специалисты ремстроя. Зеленую красавицу высотой 22 метра только вчера привезли из Москвы. По словам руководства, рабочие завершат монтаж к концу выходных. Никита Бойко, Сергей Киробильников, Анапа-регион. Пожар в центре Анапы. На улице Терской загорелся частный дом. Пожару был присвоен высший уровень сложности. Была угроза того, что пламя перекинется на соседние здания. Однако, благодаря оперативным и профессиональным, а главное, совместным действиям всех служб, очагов сгорания удалось быстро локализовать. Подробности в нашем материале. Сообщение на пульт дежурного поступило в начале 9 вечера. По тревоге выехало три машины. Через 6 минут на месте пожара было первое спасательное подразделение. Огнем было охвачено деревянное строение во дворе частного дома на улице Терской. Из-за высокой плотности застройки возникла прямая угроза того, что пламя перекинется на соседние дома. Пожар получил очень быстрое и большое развитие. Это деревянные конструкции. И возникла угроза соседним строениям. Зданиям, которые расположены буквально вплотную. Что затрудняло нам не только тушение основного очага пожара, а силы были направлены на защиту соседних домовладений. После оценки обстановки пожару был присвоен высший третий номер. При тушении было привлечено 23 единицы техники и более 70 человек личного состава. Канабским спасателям пришли на помощь коллеги из Новороссийского гарнизона и городские службы. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Помимо частного дома загорелся соседний трехэтажный гостевой дом и магазин. Людей экстренно эвакуировали. На месте происшествия глава Анапы Юрий Поляков провел оперативное совещание. Была оказана помощь в дополнительном привлечении водополивочной техники. Соответственно, и своевременно мы запросили аварийные службы города. Это Горгаз, электросети, которые незамедлительно приступили к работам по отключению газа по обеспечению электричества. Сейчас электро- и газоснабжение полностью восстановлено. Пострадавших нет. Очаг возгорания удалось локализовать за два часа. На месте происшествия работают специалисты исследовательской лаборатории МЧС. Она должна определить причину пожара. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе определяют лучшего винодела России. Сейчас в нашем городе проходит финал конкурса «Молодая лоза». После отборочных этапов осталось только 24 участника. Они представляют Краснодарский и Ставропольский край, а также Республику Крым. Сегодняшний винодел – это еще и агрономы-сомелье. Для выполнения конкурсных заданий необходимо обладать знаниями из самых разных областей. К примеру, определить болезнь винограда и назначить лечение или назвать показатели созревания для различных типов вин. Но самое сложное и интересное – так называемая дегустация вслепую. О вине нужно рассказать все. По сути, провести полный органолептический анализ свойств. Но эксперты подчеркивают, виноделие – это не только цифры и объемы. Это не только промышленность, но и искусство. И мы, виноделы, более-менее опытные, со стажем, должны думать о том, чтобы вслед за нами пришло поколение, которому, скажем так, будет не стыдно оставить отрасль в их руках. И самое главное – такое поколение виноделов, чтобы они оказались лучше нас, превзошли нас. Провести конкурс на Кубани решили не случайно. Именно Краснодарский край сегодня столица винодельчества России. В этом году здесь собрали более 200 тысяч тонн солнечных ягод. Десятую часть этого урожая вырастили в Анапе. И по качеству наш виноград зачастую превосходит многие знаменитые зарубежные образцы. Потенциал развития этой отрасли огромен. Поэтому профессию винодела сегодня осваивают многие молодые люди. Средний возраст участников конкурса – 23 года. Основная цель конкурса – это замотивировать молодежь на будущее в этой профессии. Потому что и у нас и край винный, и весь юг у нас винодельческий. И хотелось бы, чтобы молодежь в эту профессию не просто приходила, но в ней оставалась. Потому что работа чаще всего в сельской местности, и для многих это все равно демотивирующий фактор. Молодые виноделы, занявшие в конкурсе первое и второе места, отправятся в Европу, где им предоставят возможность посетить на выбор премиальную винодельню. Победитель также получит сертификат на обучение в научно-методическом центре «Лаборатория вина» при Севастопольском филиале МГУ. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Анапа-регион. В декаду инвалидов Центр занятости организовал ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча работодателей с потенциальными сотрудниками ежегодно проходит на базе центра. Сейчас в Анапе есть свыше 200 свободных вакансий. Сегодня на ярмарке специалисты из семи предприятий проконсультировали анапчан и нашли новых сотрудников. Государство поддерживает и самих работодателей. Фирмы, принявшие на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, поощряются налоговыми льготами. Александр Савенко приехал в Анапу почти 40 лет назад. По его словам, найти работу было трудно всегда. Не каждый предприниматель готов был обеспечить место для инвалида и составить график, подходящий под программы реабилитации. Один раз Александру Ивановичу предложили должность техника в 12-м микрорайоне, но ему пришлось отказаться. На реабилитационной карте написано, что ни водителем я не могу работать, ни тяжести, ни круглосуточная работа. Сидеть удобно, не нервничать, не поднимать тяжести. Посменная работа тоже сокращенно должна быть, то есть без нагрузок. На ярмарке вакансия Анапчанин нашел подходящую вакансию – кассир в санатории. Он продолжит общаться с работодателем и, если все сложится удачно, сможет заступить на должность уже весной. В городе-курорте около семи сотен рабочих мест рассчитано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые предприниматели обеспечивают их оборудованием – колясками для передвижения и комфорта мебелью. В остальном вакансии мало отличаются от обычных. Специально созданных рабочих мест для инвалидов как бы нет. Они – обычные рабочие места. Создаются именно под инвалидов, кого принимают на работу, именно уже под конкретного человека. На сегодняшний день у нас работает такая программа предоставления субсидий работодателям, выпускникам учебных заведений в возрасте от 18 до 44 лет, которые впервые трудоустраиваются на работу. Министерство труда и социального развития возмещает затраты работодателям по заработной плате в течение трех месяцев в минимальный помрод, плюс уплаченные взносы в фонды. Как говорят работодатели, во время ярмарки пройти собеседование можно на месте. При себе нужно иметь лишь паспорт и рекомендации индивидуальной программы по реабилитации. С центром занятости также сотрудничает пенсионный фонд, медико-социальная экспертиза и управление социальной защитой населения. Они консультируют анапчан и помогают им в оформлении документов. Сегодня на ярмарке вакансии побывали около 100 человек. Они оставили свои резюме и будут держать связь с работодателями. Центр занятости проводит ярмарки и в сельских округах, а также сотрудничает с университетами, практикующими дистанционное обучение. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа.Регион. Завтра в селе Джигинка пройдет День здоровья. Все желающие смогут получить бесплатные консультации узких специалистов. Невролога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, терапевта, лор-врача. Также будут проводить измерения роста, вес, артериального давления, экспресс-анализ и флюорография. Все желающие смогут получить рекомендации врачей по профилактике различных заболеваний. День здоровья пройдет с 9 до 13 часов по адресу село Джигинка, улица Октябрьская, 30 В. При себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова